здравствуйте меня зовут михаил фаустов у нас в гостях сейчас пройдет первый онлайн круглый стол серии нескольких круглых столов которые пройдут в преддверии книжного фестиваля берег который пройдет благовеческий 3 4 октября и я представляю вам константина мильчина андрея рубанова и олега валилова которые поговорят о дальневосточной литературе сейчас вот я передаю сразу же слово константину который гораздо лучше чем я может все хорошее рассказать да спасибо большое миша спасибо друзья что пришли сюда ну как зум с раннего утра меня зовут мильчин я книжный критик и у меня есть у меня есть мечта у меня есть несколько таких вот есть вера есть мечта вера заключается в том что в россии именно литература является тем что нашу страну как-то значит сплачивает стягивает и скрепляет потому что страна у нас очень большая билеты стоят очень дорого ехать долго и в общем то именно литература это та возможность узнать о стране жителям одного региона узнать про другие да литература к сожалению москвоцентрично или столице центрично да кинематограф тоже чаще всего столице центричен сериалы или столице центрично или рассказывать про некий условный город но вот в этом плане я всегда как критик как бы там не могу требовать но прошу рассказать мне писателей про другие регионы за пределами москвы и конечно же про про дальний восток я рад представить наших сегодняшних гостей это андрей рубанов прозаик лауреат разнообразных литературных премий и человек дальнему востоку не чужой потому что например вот недавно он вошел в жюри революционный совет премии для дальневосточной литературы написал книжку вместе с василием авченко тоже значит делился очень читателем о дальнем востоке в общем человек как бы живущий в москве но имеющий некое отношение к дальнего востока и другой наш гость это олег вавилов издатель гитарный издатель начинавший еще в самом начале 90 заниматься россии книгоизданием а сейчас он занимается курирует издательское направление в институте дальнего востока российской академии наук вот а значит я уже сказал что моя мечта это чтобы было чтобы литература вот занимался важной задачей скрепления нашей замечательной страны а мечта моя это давно я лил мечту начать составлять такие читательские списки пожеланий да ну или как сейчас говорят вишлисты да вот что тебе перед на дне рождения вот мой вишлист вот у меня есть некоторое количество пожеланий по книгам о вообще о разных регионах россии но и о дальнем востоке в частности и я сейчас сам наверное сам расскажу каких-то своих своих желаниях а с другой стороны попрошу наших замечательных участников а именно андрея рыбанова олег вавилова тоже рассказать какие бы книги вот как они хотели бы почитать о дальнего востоке и которых нет я попробую в качестве начала дискуссии попросить ну попросить состав назвать пару таких книг которые я хотел бы прочесть а недавно я ну я книги слушаю сколько работаю стрител аудиосервисе да я решил переслушать присутствия арсеньева дыресу зала и понял что на самом деле наиболее близкий к близкий текст в мировой литературе к тексту арсеньева это странным образом шерлок холлс в которой арсеньев выступает в качестве доктора ватсона но с одной стороны современного человека с другой стороны конечно очень недалекого и смотрящего на мир открытыми глазами а вот его проводник как раз шерлок холлс потому что там по сути даже некоторые диалоги совпадают да как холлс блестяще разбирается в некоторых аспектах современной науки и даже науки сколько сколько практический страх да может по по табачному пеплу точно сказать из какого какого сигара или из какой трубки этот самый табак да так это ресурс зала очень много чего знает вот именно связано со следами с какими-то значит с запахами и прочее но абсолютно невежественен как шерлок холлс в многих современных дисциплинах и я полез даже искать смотреть выставки личных библиотеки ну там в разных приморских библиотеках были выставки с книжками арсеньева я там не нашел никакого значит упоминания про издание шерлока холлса но подозреваю что он скорее всего читал эту книжку и странным образом вот мне кажется что наиболее близкий текст к именно аналог это кашелок холлс и поэтому в общем то современная фантазия по мотивам книги арсеньева в виде детектива абсолютно напрашивается я с одной стороны как бы я с неким скепсисом отношусь к переписыванию классических классических книг ну таких классики да с другой стороны понятно что переписывая классику мы ее мы ее как-то переосмысливаем по новому по новому пытаясь воспринять пытаемся там рассказать тем кто про не знает да на дальнем востоке арсеньев входит в школьную программу в во всей остальной россии вряд ли но вот но как попытка придать как с одной известной входить ну там пасека русской литературы экранизация и все с другой стороны он про него слышали но его не знают его редко перечитывают и мне кажется что роман детектив где главный герой герой это было бы на мой взгляд крайне интересно а учитывая дни хосенева чего только не встречается даже упоминание летающих людей которые здесь якобы живут в дальневосточной тайге можно пойти в самые разные стороны и в сторону и в сторону какой-то значит ну там умеренного фэнтези и в сторону мистике но на самом деле просто как бы реалистичный детектив мне кажется крайне перспективным перспективным вариантом да и ну там можно это делать там формате мешапа да одновременно популярный театрный жанр где по сути брались целые куски из первоисточника книга гордость приближения зомби была довольно такая забавная да но туда вставлялся некий дополнительный сюжет вот в этом принципе мне кажется что это был бы очень интересный очень интересный эксперимент который я бы с удовольствием почитал предлагаю следующий выступить андрей рубакова загнул конечно спасибо тебе но она очень такая конечно это я не знаю каким надо быть фриком чтобы собраться писать книгу такую предложенную я предлагаю хотя с удовольствием почитал твой вариант я немножко по-другому смотрю очень коротко я бы прочитал роман халкингол исторический роман какой-нибудь хороший художник по состоянию на сегодня мне такого такой книги не хватает потому что я сам то время сейчас раскатываю вот мне не достает вот это такой вот я сам ее вряд ли напишу вот искера о том событии вот о том военном столкновении прошедшим вот тогда то вместе советскими и японский пример например вот хочу добавить и очень важно что мы с товарищами не употребляем выражение дальний восток сейчас считаем его не политкоррект ну с московской такой жирной точки зрения мы говорим тихоокеанская россия вот предлагаем но мы я никому не навязываю но вот такой вброс хотел бы сделать вот не 3 3 ну вот смотрите мне как читателю живущим европейском регионе нашей стране мне и как читателю условно говоря квалифицировано мне по большому счету неважно где происходит действие книги неважно понимаете я во вторую очередь смотрю какая у меня локация то благовещенск у меня или то владивосток или там южно-сахалинск это неважно понимаете что люди везде живут приблизительно одинаковые жизнь я знаю что там ближе к тихому океану труднее жить там климат тяжелее зарплаты поменьше возможности у людей они такие большие как москве и петербург это все действительно так объективно и мы все это понимаем прекрасно вот но когда предположим человек молодой хочет написать книгу и издаться в москве и стать чтобы она была востребована во всей стране он не должен фиксироваться на том что он живет благовещенск это с моей точки зрения неверно нужно танцевать от героя от человек даже в центре произведения человек герой стоит надо танцевать от героя а уже потом на это на все будет накладываться местный колорит извините за штамп вот я одну книгу мы с васи написали пополаме условно говоря там очень много местного владивостокского колорита там действие происходит на воде потому что город стоит на воде я сам люблю воду я настаивал чтобы это все было в книге но она вот так сказать не взорвала читательские чаты мягко говоря из чего я заключил что таких книг должно быть больше что одной двумя тремя книгами интерес к этому региону нельзя возбудить широкой массе понимаете масса сейчас читательской вообще полудремя находится ее надо страшно то есть и навязывать ей для того чтобы она заинтересовала это мое глубокое убедение иными словами ну вот могу привести пример гоголя вот у нас если помните был такой очень сильный писатель который начинал с рассказов о куторевой диканьке то есть своего материала оригинального материала который хорошо знал но он потом преодолел это обаяние материала и начал писать о людях вообще а не только о людях которые живут в диканьке вот тоже примерно такой же путь очевидно должен проделать любой автор который живет вот ближе к тихому океану в том округе и хочет стать услышанным вот такое мое мнение спасибо пара замечаний насчет тихоокеанской россии я знаю что это я знаю эту концепцию васильявченко в книжке рыба кристалл форме рыбы там долго он объяснять разные разные варианты того как как должен называться более корректно ну правильно логичный дальний восток вот другое дело что это конечно четко владивостокский взгляд на на регион вот я вам предложил вариант амурская россия потому что этот топоним встречается трех крупнейших регионах собственно ну и в и в амурской области в хабаровском крае и даже как именно топонима неправильно понятого амурский залив существует в приморском крае да вот правда обидится наверное другие регионы но окей да вот по поводу того где где разворачиваются действия а сказал писатель все книги которого самые известные разворачиваются в москве московском регионе и который на самом деле потрясающе воспел москву разных этапов о книгам которого я грубо говоря рубанова да филологи историки культурологи антропологи смогут через много много лет очень хорошо восстановить чем жила москва там в девяносто первом году в девяносто девятом году в значит в 2015 году и даже то как из там не знаю девятого года представлять себе москву будущего а вот и даже обращаясь в прошлое в финистерском соколе Андрей Рубанов как раз все написано московский регион ну дальнее дальнее подмосковье вот поэтому тут мне кажется как раз я поспорю мне кажется что порой это очень важно и собственно Гоголь мы помним что первый его текст назывался Ганс Кюхельгартен был торжественно выкуплен весь тираж мы не берем этот случай дальше он писал как раз про свою тему про Украину потом писал про Петербург а потом стал мировым ну окей всероссийским или мировым писателем вообще даже замахнулся на неудачный роман о Риме из которого мы знаем он любил Италию очень больше чем в России ну вот ну все равно как бы да он потом преодолел это обаяние материала и начал писать о людях вообще а не только о людях которые живут здесь так это какая-то тень глюк какой-то пошел да пошел какой-то глюк вот ну хорошо Гоголя Гоголя вспомнили да но понятно что на самом деле писатели которые смогли современных хорошо сейчас скажу нехорошо слово продать свой регион ну федеральному читателю за пределы Москвы и Санкт-Петербурга собственно ну это их не так много это Алексей Иванов это Василий Аккин ну Иванов Пермь и Урал Аккинка Дальний Восток Николай Свечин Нижний Новгород Анна Твеева Екатеринбург ну вот но при этом да там довольно много регионов где нет такого как бы Михаил Тарковский про Сибирь писал Тарковский да 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 конечно Тарковский Тарковский Сибирь да да совершенно верно ну можно в какой-то степени сказать что покойный Михаил Успенский Красноярск в некоторых книжках описывал довольно довольно правдоподобно Гришковец Кемерово и Калининград тоже в общем стал таким как бы певцом но этих случаев довольно мало а мне хотелось бы чтобы их было все таки наверное больше хотя да понятно что там надо не замыкаться в своем регионе но мне все мне кажется что как возможно себе заявить это было бы очень круто вот писатель описывающий свой регион и вводящий его на некоторую мировую потому что это необходимо особенно если ты любишь свое место где ты живешь а если ты хочешь из него уехать там если ты смотришь там это в сторону это другое дело но мы таких людей обвинять не будем упрекать безусловно но тот кто любит любит свою землю на которой живет он безусловно ее описывает она становится одним из героев я знаю что ты страшно любишь Ирландию Дублин и вот в этом плане Улисс такая книга она же и о Дублине тоже конечно да ну вот собственно все да давайте послушаем других да да значит я Андрей хочет роман о Холхенголе так точно да хочу заказываю Олег Олег Плавилов занимающий издательским программами в Северном Стоково Ран что ты хотел бы какие книжки ты бы хотел бы ну наверное наверное мне как сотруднику института Дальнего Востока надо вступиться за топонем Дальний Восток объясняя что в общем он имеет право на существование но как ни странно вот огромный институт Дальнего Востока Российская Академия Наук занимается всем кроме российского Дальнего Востока который не входит в интересы его научных исследований и изысканий это странно с одной стороны в общем это объяснимо тем что институт Востоково возник в 66 году на фоне роста противостояния СССР и Китая и это было такое завуалированное название скорее Китая которое вошло вот в том виде как Дальний Восток а с другой стороны ну вот мне действительно странно 40 процентов территории России да там живет сколько там 6-7 процентов населения на этой огромной территории я читал что к 2050 году это население сократится вдвое вот так по прогнозам об основу то есть мы получаем некую такую вот зияющую или вакуум ну по крайней мере по прогнозам понимаете и вот здесь отходя может быть от некого художественного осмысления того что там происходит я все-таки хотел бы ну наверное заказать какую-то книгу или прочитать действительно от той пассионарности если выражаться там языком Гумилева которая двинула русских туда да на Дальний Восток позволила взять в себя вобрать эту риторию сейчас вот что действительно сейчас двигает ну не на уровне каких-то экономических людей которые там действительно считают себя дальневосточниками или там сибиряками да вот сибиря такой географический дальневосточник в моем представлении это какая-то такая советская немножко рыбаки дальневосточники не знаю выехали на Путин вот что-то такое вот если какая-то глубинная основа извините может быть там философская может быть какая-то вообще космическая в том что эта территория является Россией но пугают Китаем какие-то страшилки ходят о том что вот будет некая экспансия наверное я конечно в это не верю и я хорошо знаю Китай наверное даже лучше может быть чем Дальний Восток наш российский так получилось конечно ни в каких китайских планах Дальний Восток в общем-то так сказать не значится как направление такого сильного уже развития но мы понимаем что вакуум он обладает свойством так сказать втягивать в себя все остальное вот какое-то глубокое исследование именно в этом направлении я бы с удовольствием сейчас прочитал из того что может быть близко я могу назвать Евразию и Всемирность вот книга которая вышла Владимиром Альтаминым не так давно там есть часть посвященная Дальнему Востоку те вопросы которые он ставит к сожалению наверное ответов сейчас не находит я бы прочел это с удовольствием и может быть как-то постарался это осмыслить и в контексте того что мы делаем здесь в институте Дальнего Востока спасибо 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 Олег да это как бы интересная тема я тоже скептично отношусь к идее китайской экспансии потому что китайцы живут совершенно других климатических основная масса населения Китая живет совершенно в других климатических условиях а там где находится наш Дальний Восток может только человек русско-российский но тем не менее извини а китайцы сейчас спаивают и Тибет и Сидзанинбургские и они вынуждены это делать в общем-то в силу определенных условий чуть-чуть южнее нашего Дальнего Востока пока еще далеко не целиком освоят вот у меня наверное следующее пожелание будет отчасти похоже на на Олега мне кажется что совершенно не изучено ни учеными ни литераторами Дальневосточной республики как некоторый вот особый случай русского русской республики как бы с одной стороны да мы ставим полгутинником дословно цитирую но это было полноценное государство с бурной историей которое которое воевало где были немножечко другие принципы управления и самоуправления да где где в той степени работала демократия но там еще и была очень дурная ну светская жизнь была святой этого государства да люди жили устраивались балы то есть вообще мне кажется что Дальний Восток во время государственной войны революции да с одной стороны есть несколько всех известных текстов в этом периоде от Сгрома Фадеева до произведения Вячеслава да с Райем молодым Исаевым но все это как-то совершенно не исследованный пласт который ждет я понимаю что я сейчас рассказываю об этом с позиции как бы такого скучающего московского и с другой стороны с другой стороны что эта тема ждет своего свойства Дальневосточная республика может быть неким таким прообразом да ну не прообразом а может быть какой-то моделью некого третьего пути для России которую мы потеряли возможно ну и красное и белое это все-таки может быть какая-то третья ну да я таки кажется у современных восточных есть какая-то у всех вот это воспоминание о том что такое было ну то есть это сейчас как бы это держится это держится партия когда-то у нас была Дальневосточная республика да это не значит что они хотят прямо сейчас возвратить хотя с другой стороны опять есть ну полис вместо Сутика Владивосток 3000 где по сути новая Дальневосточная республика появившаяся в 90-х она по-другому называется и по-другому устроена но это такая как бы легенда которой нет у жителей других регионов которые вот возможные самые процентов территории и семь процентов времени действительно отличает от оставшихся процентов территории и а что-то когда они оказались заброшены забыты буквы и такая штука я замечал что привыкли как-то в Москву не снижаться а считать они сами по себе вот где корни понимаешь они эти люди они всегда понимали что они сами по себе может приехать там владелец построить мост на остров русский а может и не приехать и не построить мост это такие штуки которые нельзя прогнозировать то что эти люди привыкли продаться на собственные силы это действительно так в гораздо большей степени нежели например жители Рязани или там я не знаю это 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 есть есть обидно покупайте болтами из Японии продавали в Москву фильм такой если помнишь сериал снятый любителем имели Демушка и сейчас этот сериал культовый называется он спец но иными словами я повторю потому что скорее они просто более самостоятельны в плане ну скажем таком политическом эти люди они больше хотят и умеют полагаться на собственные силы они понимают что они все таки далеко находятся и дальневосточная республика возникла тоже потому что она находилась далеко туда добраться было по железной дороге пока тогда добрались все тогда становилась советская власть ну такое было а тебе не кажется что вот эта вот традиция того что ну самостоятельность она идет еще с девятнадцатого а может даже раньше мы идем там ну скорее там ну охотская то есть настолько далеко Москва всегда да что ну там известно что кто когда взошла на престол взошла на престол император Иван Иван Шестой или завет значит правило вот и по сути как бы это время всегда жил немножечко самостоятельно ну может кроме периода советской власти и там чудовищной индустриализации и не знаю центрации да и вот так она все время Москва по сути вручную руководила общественные там кроме то есть да и не может сам на себя вернуться так и приликается с книгами которые в Востоке издал русскую эмигрантскую литературу Дальевосточную и вот постоянный герой текстов этих авторов это чаще всего русский эмигрант молодой человек который не умеет ничего про него как воевать потому что он занимался по 23 год он наемник в бесконечных и 5 гражданских войн и с казной линией проходит русский это только за себя никто тебе не поможет да там это только ты только сам за себя вот это очень перекликается с тем что ты рассказывал про 90 а с другой стороны с тем что мы представили про 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 революционные да ну в этом разрезе больше нравится смотреть на знаешь на предпринимателей на купцов на промышленников которые сделали самостоятельно действительно например старцев который построил там кирпичные заводы и треть треть Владивостока в свое время была построена из кирпича старцев вот и я был на острове где у него была кирпичная фабрика посмотрел там до сих пор валяются обломки этого кирпича и мне кажется что мне попытны вот такие фигуры фигуры культов и принимателей инициативных лиц которые в том числе и они тоже создавали восток и этот регион в целом и сибирь все во значительной степени создали именно вот эти люди в европейской части россии их влияние не так очень много если мы посмотрим там например на тот же Иркутск если мы посмотрим там на Бийск например который в Тронхаме в Африи все люди продлился на себя и они немножко по-другому а это там русская это чакара не узкая я не знаю потому что украинцы там были украинцы ну и поэтому тут говорить десять раз на фрагере все равно так или иначе вообще а какой ты хотел почитать 90 про фронтир вообще ну как говорили мои друзья там Андрей автор писать можно все понимаешь вообще можно там ничего не написать туда ездить вот у меня сейчас товарищ один из лучших друзей он поехал на Шандарский австрал он там был с горбатыми китами с горбатыми китами там они у них там это очень дорогой туризм но он туда залез на эти Шандарские острова поэтому куда ни ткни пальцем везде есть интересные темы это я по себе знаю не хочется быть в состоянии Чехова не приедем туда не сходим не нравится не хочется чтобы местные ребята купили и писали ну я заступлю за Чехова так потрясающе обгадят все регионы которые проезжал кроме кроме Иркутска единственный город который ему понравился на пути а дальше там и совсем плохо там про Томск по-моему хуже всего он сказал да в Аллистоке это не одно из чеховов а эти пацаны и имевают притники то есть сразу не выбивая на их пакет все те то территории с огромными пространствами с реками с невероятным большим океаном неважно кто русский поляк скупец солдат вот это вот огромное невероятное пространство которое наверное там ощущается абсолютно по-другому чем здесь в цивилизованной Европе раскрывает какие-то наверное какие-то другие наши силы какие-то другие возможности но посылает свои откровения у меня почему-то из Арсеньева вот наиболее запомнился рассказ вот этого старика Манжура о неведомом царе Куаньюни да рассказывает затихшим китайцам и русским вот о тех вот сказочных временах о каких-то вот героях которые так или иначе жили до них на этой земле и вот это вот состояние фронтира состояние того что ты находишься на некой на некой такой вот очень тонкой грани между космосом и землей между состоянием человека и состоянием дворца вот не знаю я может быть так сказать высокопарно говорю но я вот сейчас вспоминаю книгу наверное Александра Григоренко Ильгет да там по-моему больше все-таки о Сибири как таковой но Сибирь и те племена которые там жили это некая декорация ведь это книга про время про судьбу про каждого из нас и настолько вплетена вот в эту тайгу в Чингисхана вот в те судьбы которые прошли за эти века в то что каждая частичка она в общем каким-то образом так или иначе каждому из нас мне бы что-то хотелось конечно такое вот духоподъемное великое прочитать некий эпос некую сагу если хотите да да Андрей ты начал говорить да 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 я хотел спросить а он пишет сейчас да Григоренко все хорошо у него более того он приедет в Благовещенск ну вот моя мечта с ним познакомиться отлично отлично Олег собирайтесь да с удовольствием кстати Михаил я серьезно ну хорошо обсудим потом упоминая писателей которые смогли как-то свой регион продвинуть вот да там надо конечно помнить еще и как Сибирь и и Александр Гигаев конечно конечно вы про это забыли еще раз как бы ты хотел такую же книгу вот как получается что-то вроде ильгета ну вот что-то вроде такой вот саги некого такого эпоса который в общем-то соединяет и природу и мощь человека и время в большую 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 и не менее хочется увидеть в частях исторического и мне всегда интересовало кунгузичество этнографические бодизм и трупы и такая своеобразная, которая у них была. Есть понимание, что это терроринил, да, сейчас, в многом-то сейчас. И вот это осмысление для меня было интересным. Да, мне кажется, что тоже, я давнюю историю, что есть трудные, которые скопаемые, да, а есть, условно, культуологические, там, определенные этнические скопаемые, да, и вот это, да, а литературная археология, ну, отчасти точно знался Андрей в Финисе, ясно, только вот, получается. Прекрасно, спасибо большое. На основе, как бы, славянско- попытки конструкции самого создания славянского лета, да, вот, в этом плане Дальний Восток с огромной, долгой историей региона, если угодно, да, и Джуджения, значит, предки-предки Мжу, да, и, значит, вот те народы, которые предмучены как иные молодежи, да, как КМС, да, их история чрезвычайно-чрезвычайно интересная, да, но она... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова